Субтитры создавал DimaTorzok Это был самый крупный и самый смелый эксперимент с демократией. Народ этой земли, размера с континент, с богатой и разнообразной культурой взялся за задачу построить свою судьбу. Эта земля была разорена колониализмом, и недавняя межрелигиозная ненависть уничтожила полмиллиона людей, чье общество до этого было феодальным. В то время, когда женщины в индустриальных странах не имели права голоса, многие были скептичны, сможет ли функционировать право участия взрослого населения в выборах бедной и неразвитой стране. 50 лет позднее циникам пришлось замолчать. И никто не удивился, когда женщина из Индии, и притом из национального меньшинства, председательствовала на самой первой конференции спикеров 140 парламентариев мира. Устав ООН начинается со слов «Мы – народы, и сегодня народы мира, как никогда ранее, желают быть услышаны глобально». В минувшем году Наджима Хептула создала историю, когда она стала первой женщиной-президентом Межпарламентского союза в его 110-летней истории. Межпарламентский союз 110-летней давности, и мадам Наджима Хептула является первой женщиной-руководителем этой организации. Для многих индийцев ее руководство таким важным глобальным событием в истории демократического пробуждения имело иное значение. Это было подтверждением, символом того, как успешно Индия продвинулась в том, что начала как смелый эксперимент. Те из нас, кто родом из стран с крохотным, так сказать, населением, не могут не заметить, что население даже одного избирательного округа здесь превышает миллион. А все население моей страны Намибии и есть всего миллион с небольшим. И я думаю, что человек, который функционирует во всем многообразии событий и тенденций, и умеет направлять народ в требуемом направлении, несомненно, обладает блестящими качествами лидера, огромным руководящим даром. И это мы должны уважать. Я считаю, что доктор Хептула яркий образец тому. И действительно, депутаты индийского парламента приходят туда после испытания огнем. Депутаты индийского парламента приходят туда после испытания огнем. Все, что мы делаем, делаем для того, чтобы поставить на их законные места самые отсталые классы. Это чувство у нас создалось благодаря учениям таких наших руководителей, как Матма Ганди, который говорил, что все, что мы делаем, должно идти на пользу самых лишенных людей. И это и есть демократия. История развития Индии предложила много полезного остальному миру, в частности, развивающимся странам. И я возвращусь к теме борьбы за независимость и к урокам, которые Ганди преподал всем нам, лидерам постколониальной эпохи. Мы многому научились у индийского направления ненасильственного сопротивления и как достигать своей цели малой кровью. Индийцы называют Матма Ганди отцом нации. Он был первым в плеяде руководителей, которые своими либеральными, гуманистическими идеалами возбудили феодальное консервативное общество Индии. Вдохновленное ими учредительное собрание, которое было избрано, когда Индия обрела независимость 15 августа 1947 года, сформулировало самый смелый и самый детальный за все время устав. Конституция создала демократическую республику. Президент является главой государства, но он должен действовать по Совету Совета Министров, возглавляемого премьер-министром. Совет Министров должен пользоваться доверием Палаты Народных Представителей. В Индийском парламенте есть также Совет Штатов, потому что Конституцией предусмотрено создание нескольких штатов Индии, каждый с уникальной культурой. Каждый штат имеет законодательное собрание и Совет Министров, возглавляемый главным министром. Независимая избирательная комиссия проводит выборы в Народную палату и эти избирательные собрания. Избирательная комиссия признает почти 50 политических партий по всей стране. Хотя они ожесточенно сражаются друг с другом в дебатах, дискуссиях и по различным вопросам, как будто заглятые враги. Но парламентарии Индии работают вместе, с объединенной волей, чтобы ввести народ вперед. Продолжение следует... Продолжение следует... Благодаря этому единству целей, индийская демократия процветает независимо от того, выигрывает одна партия с большинством мест или нет. Правительство, меньшинство и коалиция формировались в различные времена и никогда не было даже намека на угрозу демократической системе. Коммуникация – это ключ к демократии. Индийские СМИ используют свою технологию, чтобы держать правительство по всей стране в контроле. В Конституции предусматривается ряд контролей над правительством. Ревизор и генеральный прокурор, к примеру, имеют независимое право проверять все правительственные расходы. Их отчеты регулярно отсылаются на рассмотрение парламента. Иногда этот конституционный закон создавал такой ураган, от которого сотрясалась индийская политика. Суд тоже зорко следит за деятельностью правительства на всех уровнях. В демократии правосудие играет важную роль. Никто не может быть выше закона. И именно это продемонстрировало правосудие за последние 50 лет. Даже президенту Индии пришлось предстать перед Верховным судом, когда оспаривались результаты его выборов. То же самое пришлось сделать и бывшему премьер-министру госпожи Индири Ганди, когда судья Высокого суда подверг сомнению ее избрания, несмотря на ее высокое и могущественное положение. Наша Конституция предоставляет фундаментальные права народу. Однако правосудие находит, что основные права наиболее уязвимой части населения, то есть рабочих, женщин, детей, подсудимых и находящихся в заключении, нарушаются. Поэтому судебная система берет на себя роль правового активиста, выступает с инициативами. И до тех пор, пока народ с основными правами человека не сможет использовать свои политические права, до тех пор демократия останется бессмысленной. Веками политологов мучает вопрос о напряженности между свободой личности и необходимостью строительства братского общества в стране. На этом фронте перед учредительным собранием стояла трудная задача, потому что большая часть населения Индии уже много веков была лишена социальных, экономических и политических прав. Поэтому Конституция предусматривается резервирование мест в законодательных органах страны и образовательных учреждениях для этих групп. Успех этих мер подтверждает тот факт, что спикером Нижней палаты парламента был член племени Восточной Индии мистер Сангма от 1996 по 1998 годы. Его преемник выходец из самой маржинальной касты Южной Индии мистер Бальйоги. Оба завоевали высокое уважение за умелое управление очень часто буйной палаты представителей народа. Сегодня Индия является самой крупной демократией мира, при этом обретающей все новые грани, со свободными средствами массовой информации, демократически избранным правительством, одно заменяющее другое. Индия послала миру действительный пример работающей демократии. Демократия функционирует. Она может функционировать, несмотря на различия страны, разнообразие как религиозное, так и этническое и культурное. И если демократия есть и работает здесь, то нет никакой причины, почему бы демократия не смогла стать работающей в других странах. Я считаю, что мы должны быть вам благодарны за демонстрацию того, как демократия является эффективным видом руководства страны. Демократия Индии сейчас получает высочайшую похвалу, но народ далеко не доволен, потому что его чаяния постоянно растут в такой огромной, разнообразной, несоизмерной и динамичной Индии. С годами нарастает давление еще больше углубить демократию. Таким образом, различными путями демократия расширяется все дальше и дальше в Индии. И когда в Нью-Йорке проходила конференция спикеров, правительство Индии учредило комитет по изучению путей улучшения Конституции. Также во время конференции спикеров требования формирования новых штатов, выдвигаемые потому, что народ желал более быстрого развития в более компантных единицах, принесли плоды. В самых отсталых частях страны из существующих больших штатов были выделены три новых штата. Чатизгар, лесная область в центре Индии с большим населением племен, является одним из трех новых штатов. Хотя народ был рад этому, он также настаивал на создании такого правительства, которое будет ближе к нему, чтобы оно смогло повести его к лучшей жизни. И главный министр, принадлежащий к оппозиционной партии, на национальном уровне, сразу же принялся за работу в новом секретариате и принимал в своей резиденции ночью и днем толпы людей с глазами горящими надеждой на лучшую жизнь. Чатизгар также учредил окружной плановый комитет. А это означает... Те решения, которые принимались на уровне правительств штатов, были переданы местным окружным органам управления. Небольшой пример тому. Это центральная тюрьма. И как она снабжалась медикаментами. Фонды на это сигновались правительством штата, центральным правительством. Это забирало много времени. Но сейчас, как только нам нужны деньги, мы идем к своему местному окружному комиссару, получаем разрешение и поставляем медикаменты заключенным. Окружной плановый комитет также принял решение снабжать воду из других мест в эту деревню, где нет грунтовых вод. Другая задача, которую решил плановый комитет, это снабжение древесины для похорон в этой деревне. В 1993 году в Конституцию была внесена поправка, предусматривающая действительно крупное расширение демократии. Был создан еще один уровень демократического представительства, который был гораздо ближе к народу. В Индии есть древняя традиция деревенских советов, которые всегда имели статус и уважение почти всех религиозных институтов. Черпая из этих святых традиций, в Конституции сейчас предусматривается избрание местных органов в каждой деревне по всей Индии. Эти органы являются революционными в мировых аналах демократии, потому что одна третье место в этих органах, включая место председателя, зарегистрировано для женщин из самых отсталых каст и племен. Эта деревня в Бастере, самая отдаленная часть страны. В эту деревню очень трудно приехать через джунгли на автомобиле, но демократия уже прибыла сюда. В соответствии с новым законопроектом, дважды в год все жители деревни собираются вместе, чтобы решать местные вопросы. На этом деревенском собрании избирается совет и решает вопросы голосования. Эти молодые люди вызвались работать в соответствии с правительственной программой по обеспечению занятности. Этот человек жалуется на состояние дорог, а эти женщины требуют социального пособия. Вот эта женщина тоже хочет его, но ее соседи говорят, что ее четыре сына должны поддерживать ее, а если они не сделают этого, тогда она должна продать свои земли. Она не так бедна, чтобы получать социальное обеспечение. Так порешило собрание. Деревенское собрание проводится несколько раз в году, но действительная ответственность за местное решение возложено на деревенский совет. Поча Ма председательствует на совете родной деревни в Андропрадеше. Она вдова из самой отсталой касты. Она выиграла на выборах одно из резервированных мест. Ей пришлось вести беспощадную и успешную борьбу с различными силовыми группами деревни. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Сейчас Пачама уверенно возглавляет совет деревни, урегулируя разногласия, что иногда бывает очень трудной задачей. Этот житель деревни очень расстроен из-за того, что поврежденный канал до сих пор не был отремонтирован. А этот действительно рассердился. Он настаивает на том, чтобы совет решил не очень большой, но важный для молодежи вопрос. Он хочет, чтобы были выделены фонды на строительство гимнастического зала для молодежи деревни. Проблемы, с которыми имеет дело Пачама, может быть, выглядят простыми, но те же законодательные изменения, которые поставили ее во главе деревенского совета, содействовали некоторым женщинам взять на себя ответственность за крупнейшие города Индии. К примеру, Прэма Карапа является мэром Бангалора. Бангалор является самым быстрорастущим городом в Азии, так что не очень легко выполнить все задачи. Известный уже долгое время, как город Садов, Бангалор сейчас также является кибергородом Востока. Этот город пульсирует молодой энергией и энтузиазмом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Предоставление услуг сервиса, поддержание чистоты этого динамичного центра роста, где люди постоянно передвигаются, не является легкой задачей. На Прэмы оказывается большее давление, требуя все больших и лучших службы и услуг. 24 часа в сутки не хватает мне, мне нужно 48 часов в день. Так популярно стало резервирование мест в местных советах для женщин, что женские группы во всей стране требуют сейчас резервирования 1-3 мест в парламенте для женщин. Вы видите агитацию на улицах и не только в Дели, в Большом Метрополисе, но и везде, по всей стране, и не только в Индии, но и по всему миру. Женщины хотят получить свои места в принятии решений. И это не только касается женщин. И благодаря частично нажиму медиа и юриспруденции, и вдохновлению таких руководителей, как Матма Ганди, руководители этих индийских провинций сосредотачиваются на кажущих небольших проблемах своего народа, всегда стараясь расширить демократию. Но самая мощная сила, которая действительно заставляет их расширить демократию, даже в самых трудных обстоятельствах, это народ. Даже самые бедные индийцы в самых отдаленных частях их обширной земли высоко ценят их право голоса и признают его силу. И неудивительно, почему индийские выборы являются самыми красочными и самыми оживленными во всем мире. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...